Реклама На улице Олег Григорьев Его хотели привлечь к ответственности за видеозапись Которая, по мнению следствия, носит экстремистский характер Здравствуйте, Анна Здравствуйте, Олег Мы сегодня собрались, чтобы обсудить роман Репост Вот, Анна, расскажите Что послужило основой романа? Там реальные истории? Ну, он основан на реальных историях Но это художественный вымысел, естественно Я изучала много историй Не только наших, Данила и Марию Истории Данила и Мари Но и из других городов И, в общем-то, собирательный такой образ Собирательная история Вот он доступен пока только в интернете Его уже прочитали Да, его хорошо читают Да, столько много людей Какая реакция у них? Самая разная Но в основном люди сочувствуют и герою И сочувствуют, то есть с пониманием относятся к ситуации Причем, что интересно Люди и те, которые поддерживают И те, которые против То есть, ну, вот Разные совершенно люди С разных поколений Каждый нашел что-то для себя интересное А вот можете как-то вот тезисно рассказать О главной мотиве романа? Тезисно, очень простая история Молодой человек сделал репост Ну, он сохранял картинки у себя в ВКонтакте И в какой-то момент девушка, которая учится на юриста Которая проходила практику Ну и у которой отец является прокурором Вот в этом городе Она нашла эти картинки Написала заявление в отдел по борьбе с экстремизмом И на парня завели уголовное дело Вот, Олег, вы не находите вот схожесть с вашей историей? Ну, конечно, что-то общее есть И также не был застрахован Ну, никто из нас не застрахован, собственно, от этих ситуаций Расскажите о своей истории Ну, получается, в 2011 году 7,5 лет назад добавил видео ВКонтакте На свою страницу, на видеозаписи В 2013, как уже оказалось сейчас Как бы раньше мне не было известно Оно стало экстремистским В 2019 году, вот, собственно, недели две-три назад Мне позвонили сначала из полиции Затем из ФСБ Попросили прийти Ну и разъяснили, что у меня есть экстремистское это видео якобы А видео удалили? Ну, я вообще сначала не понял, что это за видео Посмотрел его Ну, как бы, на самом деле, ничего такого я там не вижу Вот, но суд его признал экстремистским Ну да, после, естественно, я его удалил Это видео признано экстремистским И, тем не менее, оно гуляет по просторам интернета Это вообще нормально, на ваш взгляд? Ну, на самом деле, нет Мне кажется, нужно, если оно, там, признали в первую очередь экстремистским Да, в первую очередь нужно удалять это Как мне кажется Чтоб также люди не могли к себе добавить и нарушить закон Почему оно до сих пор в открытом доступе на Ютубе Ну, загадка А вот вы роман читали? Ну, нет, но планирую Потому что это связано со всеми нами С каждым, собственно, может такое произойти И интересно подробнее изучить Вы сказали, что вас вызвали на допрос Да, когда вот это произошло Что там говорили? Я слышала, что объяснительную даже практически заставили писать Ну, да, сначала из полиции позвонили, попросили встретиться Там не получилось, по датам немного Потом из ФСБ Ну, конечно, это страшновато Все звучит Я приехал туда сразу с адвокатом Мне, скорее, такая была разъяснительная беседа То есть объяснили как раз, что как Показали мою страницу Что это есть видео Я даже повторюсь, не помню, что это было вообще на этом видео Вот, ну и То есть ата-та сделали, как мальчишку отчитали Сказали, что нельзя, грубо говоря, что я нарушил закон То есть, ну, все, в принципе, скорее было разъяснительного характера Сказали, что нужно будет прийти в полицию Еще написать объяснительную Это как в школе, знаете, наверное Вот, ну и документы готовят для суда То есть сказали, что штраф все равно меня ждет Платить будете? Ну, если заставят, то да Если суд решит, что все-таки я виновен экстремист То как иначе? Хорошо Аня, расскажите Не боитесь ли вы, что спустя годы Тоже вас привлекут к ответственности И заставят писать объяснительную? Ну, все может быть Но я когда начала писать И когда я поняла, с какой проблемой столкнусь То первое, что я сделала Это проконсультировалась с юристами Как мне раскрыть эту тему Так, чтобы самой И в процессе сбора материала Потому что мне приходилось Самые разные паблики читать И самые разные видео и картинки смотреть Вот, чтобы в процессе сбора не попасть Под статью-подследствия Под статью-подследствия, да И потом, когда роман будет готов Чтобы тоже, ну, как бы обойти Ну, художественные средства Их много Возможностей много И я выбрала такую Вам нравится эта тема? Ведь это какое-то удовольствие получаете? Получали от процесса? Как нравится? Как может нравиться такая тема Где люди несправедливо страдают? Она не нравится, она меня возмущает Собственно, поэтому и начала писать роман А я знаю, что вы даже изучали сленг Как говорит молодежь Вот можете как-то поподробнее рассказать Долго ли приходилось учить? И что такое самое запоминающееся? Может быть, словечки какие-то? Учила я учить Ну, я вот все время И пока собирала материалы И пока писала Я все время вот общалась Старалась как Я разговаривала на этом языке Вот И для того, чтобы Потому что одно дело знать эти слова Совсем другое дело Правильно их употреблять к месту Вот И тоже консультировалась И вот когда мы роман написали И на студии У меня студийцы мои читали И потом делали замечания То все равно в двух местах нашли Что вот тут вот не так Тут порядок слов другой А здесь вот так надо То есть немножечко поправили Ну, это нормально А какие словечки-то запомнили? Вы хотите, чтобы я произнесла? Мне дочка моя сказала Мама, только вот пойдешь Только, пожалуйста, эти слова Всякие разные не говори Ну, самое такое бойкое слово Самое бойкое Ну, это не бойкое Просто вот мое искреннее отношение Что все эти дела Это полный зашквар Олег, вы тоже так считаете? Полный зашквар? Ну, именно эти дела, да Я считаю, это глупо То есть есть более серьезные дела Над которыми следует уделить время Там, правоохранительным органам А не заводить уголовные Административные дела Там, за какие-то картинки В интернете Вот знаете, мнения разные По поводу романа Может быть, вы, скорее всего, читали Да, отзывы к роману Люди не только за вот этих Матузную Да, за Маркина Но еще и есть противники Которые считают Эти люди должны понести наказание По статье И вот я сейчас приведу цитату Барнаульса, который как раз Такого мнения придерживается Значит, он говорит В нормальных странах Никто просто не будет шутить Про религию в соцсетях У нас все как всегда Находятся умники Которые на грани фола Готовы шуткануть А потом сразу Несчастная жертва Вот скажите Вы согласны Или все-таки нет? Разные бывают ситуации Бывают ситуации Когда человек понимает Что он делает зло И он это делает осознанно И осознанно там И по поводу других национальностей Выступает Осознанно против религии Это не обязательно христианство Я пока изучала материалы разных дел А там разные дела были Один случай я писала в романе Когда молодой человек Глумился над статуей Будды Потом помочился на нее Все это снял на видео И выложил в сеть Ну тут как бы явно Что человек осознанно Он понимал что делает И здесь я считаю В такой ситуации Ну совершенно справедливо Он получил свой срок Олег, а вот как вы считаете? Ну да я наверное соглашусь Все-таки с Анной Потому что ситуации разные бывают То есть ну опять же Закон слишком суров Мне кажется в этом деле Потому что одно дело Когда это ну специальные Какие-то оскорбления И там именно экстремистского Характера То есть побуждения Там призывы какие-то явные То есть ну А другое дело Когда вот какая-то Свобода слова То есть с политикой Например связанная Или же просто ну Какие-то Ну небольшой юмор Картинки То есть и так далее Извините я перебью Это как в советские Ну не в советские А вот раньше За анекдоты садили Да Ну это примерно то же самое Анекдот он есть Вот эти мемы сейчас Картинки Вот видосики интересные Это все Вот те же самые анекдоты Новая форма анекдота Это способ Населения Справиться с напряжением Как-то вот отреагировать На тот дурдон Который проходит Вот в законах Или еще где А вот где-то грань Вот Олег Ты наверное Это точно должен уже знать Где-то грань Где сажать нужно за мем А где нет Ну Прям Точно вот Четко сложно Все равно это сказать Но Мне кажется Все равно Когда есть явный призыв То Ну там К насилию К чему-то К суициду Или К ущемлению прав То есть Как к тех же верующих Или к какой-то нации Там расы И так далее То здесь Мне кажется Все-таки можно И опять же Сначала В первую очередь Мне кажется Можно это административным Отделаться Вот Чтоб человек понимал Что как бы Он нарушает закон Это неправильно Но У нас реально абсурд Сейчас ситуация То есть Доходит до абсурда Когда Просто за Высказывание Какие-то Мнения Каких-то о политике О нашем там Президенте О власти Или там Какие-то Ну небольшие шутки Я повторюсь Что Которые не несут Никакого злого умысла Ну это очень глупо Мне кажется А вот Вашего героя Собственно Судили за то Что он Джону Сноу Привлек Который воскрес Вот как Вы думаете Нужно за такое Садить Ну это явно Нет конечно Нет Там А за что? Наказание Совершенно неправомерное Но у меня Герой То есть Совершил по ходу Еще несколько Поступков Которые В конечном счете Привели его Хотя тоже Это было Совершенно Несправедливо По закону Государства Но понятно Почему Спойлерить не буду Извините Хорошо Вот скажите А у вас Ваш герой Он все-таки Понес наказание Ему дали Реальный срок Это 6 лет Отсидел конечно Он там Поменьше гораздо И выходит Он значит К началу Учебного года Это что такая Метаморфоза С героем Произошла Он изменился Он больше так Не будет делать Я думаю Что это метафора Что к новому учебному году Что вот один урок Он как-то усвоил И впереди его ждут Другие уроки Олег А вы усвоили урок? Более чем Но все же Мнение как бы Я собираюсь Так же высказывать свое Там и относительно Политики И относительно Там жизни Ну потому что это Совсем рот закрывать И сразу бояться Закрываться дома Это неправильно Мне кажется Потому что Видео постите Картинки постите Или все-таки боитесь Нет Ну в любом случае Я почистил Так сказать Свои видеозаписи Потому что Мало ли же Что там они найдут Сегодня или завтра Запрещенного Вот Ну как бы Думать наверное Буду в два раза больше Прежде чем постить Но все равно Так же высказываться Я продолжу Но я не вижу смысла Там молчать И не высказывать Своё мнение О сложившейся ситуации В стране Там или еще где-то Ну Ну теперь наверное Один из главных вопросов Когда книга появится В печатном виде И мы все ее сможем прочитать Жду ответа Из издательства С какими издательствами Связываетесь Может быть уже Есть какое-то решение В каком тираже Пока не буду Открывать Извините Как только появится Информация Она появится И у меня на страничке Но скоро? Надеюсь Переговоры ведутся Спасибо большое А я напоминаю Что у нас в гостях Была писательница Анна Самойлова Чей роман Мы так ждем И Олег Григорьев Которого хотели привлечь За распространение Видеозаписи Субтитры создавал DimaTorzok